здравствуйте товарищи итак сегодня уже шестой день после аварии самочувствие у меня нормально ходил я на днях к своему ортопеду еще раз ну мне нужно было больничный взять и еще раз мне сделали рентген и сделали также узи и выяснилось что у меня сломаны два ребра но сломанные ребра они оказались почему-то сзади они спереди то есть основной удар пришелся вот в это в эту зону где была защита груди встроенная в мою куртку она отработала на ура то есть там был сильный ушиб но как бы он уже практически прошел меня здесь спереди вообще уже ничего не беспокоит а вот сзади каким-то образом вот эти задние ребра они как-то сломались я все-таки грешу на свой рюкзак дело в том что у меня рюкзак ну имел некий вес плюс у него спина жесткая как бы по идее по логике он должен как бы создать дополнительную защиту но так как и негативное ускорение было очень сильным возможно что вот как бы я может еще на него так боком упал и вот этой жесткой спиной нижней частью как раз мог и пробить это и ребра но это я сейчас спекулирую еще раз про аварию как произошла авария я как бы еще раз все в голове прокручивал была обычная поселочная дорога колья слева колья справа и я ехал по центру то есть как бы ничего ничто не предвещало до ехал 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 как бы все хорошо и а в центре было как тоже колья она где-то местами было почти отсутствовала просто как накатанное было место в каком-то месте она проявила себя именно как колья и вот как раз я ехал километров 40 50 по центру и я влетел в эту колею и в итоге получилось так что колесо попыталась из этой колеи выскочить начало царапать боком эту колею я потом следы то смотрел и в итоге не справился с управлением и хлобы сну получилось негативное ускорение от 40 скажем километров до нуля буквально за считанные миллисекунды поэтому удар был сильно жестким это все равно что влететь в стену на этой же скорости практически если бы упал где-то на асфальте на мокром то там бы скользячка была бы энергия бы распределилась по-другому не так страшно было бы как здесь хотя вроде скорость-то небольшая ну да ладно теперь вот я озадачил себя убедил себя что действительно что нужно качественная мощная защита то есть я очень доволен своим экипом но все равно я хочу сейчас взять себе нормальную черепаху не буду экономить на этом деле потому что ну потому что не вижу в этом смысла я лучше доширак поем неделю но куплю нормальный нормальную черепаху присмотрел себе alpin star of скую сейчас посмотрю как называется alpin stars bionic tech v3 обзоров на нее как бы к сожалению не нашел она видимо это новая версия есть там у них в 2 про как бы обзоры есть но она мне не подходит потому что она не защищает именно вот сбоку ребра то есть она защищает грудь спину хорошо а именно ребра там где у меня сейчас проблема да там защиты как бы нет а вот в этой версии 3 в 3 у нее защита защита груди спина и сбоку то есть такая максимальная защита поэтому буду брать ее ценник у нее относительно как бы не ну не из дешевого сегмента я смотрю на сайте здесь на одном двести шестьдесят девять евро ну я думаю она того стоит потому что если вы была бы защита то у меня бы этой проблемы бы сейчас не было и возможно в тот момент я бы просто встал отдышался и поехал бы дальше как ни в чем не бывало будь у меня нормальная полноценная кроссовская линду ровская защита потом что я еще понял что мне нужны нормальные наколенники в идеале брейсы стоят они тоже конских денег нормальные поэтому буду думать смотреть варианты может быть в рассрочку или как но потому что это я считаю это очень важно потому что не дай бог в этот раз мне повезло ноги ногам ничего не было а второй раз может не повезти можно разломать колени поэтому восстановление потом это во-первых длительные процессы опять же это дорого это даже сейчас находясь на больничном я не работаю я теряю деньги то есть я бы не работая заработал бы себе на хорошие брейсы легко грубо говоря сейчас получается я в минусе поэтому если смотреть на перспективу то все-таки выгоднее инвестировать нормальную снарягу чтобы потом после таких похотушек на выходных не сидеть две недели на больничном и потом без денег деньги будут как бы зарплата но все равно на больничном много не получишь как ни крути сколько бы я так реально заработал поэтому я бы лучше сейчас честно работал бы здоровым чем вот сидеть вот так с поломанными ребрами это неприятно поэтому мой посыл вот вам к смотрящим меня ребята не экономьте на на экипе на снаряги вот вот вообще не экономьте вы найти вот этот подход что типа я куплю сейчас вот это попроще а потом тут но я же начинающий да я же сейчас сильно там не езжем это поэтому можно купить попроще а потом когда скилл будет я там уже буду серьезнее кататься можно будет посмотреть посерьезнее я считаю но это лично мое мнение что как раз таки когда нет скилла ты будешь совершать больше ошибок и больше падать вероятность получить какую-то серьезную травму у новичка в разы выше чем у того же профессионал поэтому мой подход я лучше сейчас перебью чем не добью поэтому лучше сейчас все самое 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 это как бы опять же а к купится то есть ты инвестируешь хорошую вещь один раз и надолго я на тебе реально это как страховка то есть хорошая страховка и плохая страховка сегодня она тебе не нужна но возможно завтра она тебе понадобится тем более тема мне интересно я забрасывать эти покатухи не собираюсь делаю выводы рефлектирую или рефлексирую как правильно не знаю и как бы вот живем дальше учимся на ошибках у вас есть уникальная возможность учиться на чужих ошибках они на моих уши они на своих ошибках еще раз ребята падать это всегда неприятно не всегда больно но неприятно так что не падайте в ровных вам дорог давайте все жмакайте дам на лайк это очень будет круто и полезно все с вами был вели до новых встреч